вот у нас Юджин, вот у него GetName, вот у него SetName, такой модный Юджин, он может себя называть и переименовывать, что, кстати, тоже интересно, вот Илья, у него есть GetCurrentName и SetCurrentName, которые вот так вот заданы, вот так интересно, как вот GetName и SetName от Юджина, ну или Ильи, и с другими именами. Вот, и теперь что получается? Получается, вызываем у Юджина GetName, это будет Юджин, у Ильи GetCurrentName, метод-то один видишь, но создается в контексте Юджина, вот это обычно тот вынос мозга, который очень многих выбивается. Да, функция создавалась в контексте Юджина, и ЗИС подразумевался вроде бы этот, но когда мы ее дали вроде бы копию Илья, то ЗИС тут совсем другой стал. Понял, да? То есть, ЗИС, ЗИС, Илья. Да, потому что функцию мы берем визитах. Ну, ну, функцию-то мы взяли у Юджина. Ну, функция, функцию, но не важно где хранится. Да, не важно, где ты ее создал, как ты ее создал, где ты ее вначале создал, как ты ее, короче, кто последний, тот и папа. Кто последний, тот и папа. Ну, это, вот. В другом случае, вот, вот есть getObjectQName. Так, еще такое. Ну, вызывается. Ну, это на себе не даст его, да? А, QName ниже. А, да, да, вот, вот он. getObjectQName, вот, есть. И вот эта вот функция, мы говорим, вызови к нам ее от Юджина. Вот. MyNameIs... Из ИС, кстати, это вот Юджин, видите? Вот. И name у него, и параметр у него пришел. Ну, красиво, в общем. MyNameIsYugen... Ну, все по-честному. В данном случае, у той же самой функции, у нее будет this, это Илья. Ну, параметр тоже пришел. Ну, так, прикольно. Вот. А вот сейчас мы вот тот вот getObjectQName скажем, что мы привиндели ей Илью, присвоим Юджину, и this будет Илья. Еще раз, что делает bind? bind привязывает функцию и ее this, определенному объекту. Он, значит, функции... Жестко назначает this. Так, а если мы потом вызовем эту функцию гений в другом? То есть, что this у нее будет предыдущая bind? Нет. Смотри, пример. Да. Пример, смотри, видишь? Мы ей сказали, что у нее... Даже не так. Не так. Мы создали новую... Создали практически новую функцию. Да. В объекте UG. Илья, name. Да. В объекте UG. С таким-то пробежком... ...метод где-то в другом месте то будет написано вот то, что сейчас написано и будет Илья. Сейчас посмотрим. Да. Сейчас this у этого же метода... Вот. Мы зашли туда же. Мы в Qname тут же зашли. Понял? Но вот сейчас у него this, это Илья. Хотя вызывается она из контекста UG. Ну, то есть, мозг не взорвался. Какая же она? Отлично. Вот. Все красиво. Ну, на самом деле ничего такого крамольного особо в этом нету. Ну, лучше так не делать. Почему нет? Ну, и последний, последний вариант это когда метод используется как конструктор, тогда... У него есть своя специфика, разрешение здесь. Ну, то, о чем мы говорили. Есть упрощенные способы создания объектов. Это там javascript object migration та же. То есть, json. json, на самом деле, это не некий формат хранения данных. Это просто представление объектов в javascript. Это упрощенная нотация, литеральная. То есть, вот фактически то, что вы сейчас видите, это json есть. То есть, вот этот вот объект, объект json. И таким образом вы тоже можете создавать объект. И так, самое интересное. Наследование. Там у нас еще время есть. Ну, а есть там два с половиной часа. Ну, хорошо. Наследование. Или я не спи. Наследование реализуется в javascriptе путем простого клонирования поведения. То есть, берется некий прототипированный объект. И поведение его клонирует в секунду другому, новому объекту. То есть, когда происходит вот это вот клонирование, так называемое, на самом деле никакого копирования не происходит. То есть, если функции определены внутри прототипа и клонирование произошло, то при вот этом клонировании у него просто, у этого объекта внутри закрытой ссылочки прототипной, ложится ссылочка на прототипирующий объект. И если вызывается некий метод или некое свойство объекта, то всегда смотрится, есть это свойство у текущего объекта, если есть, то берется оно, если нет, смотрится у прототипа. Если у прототипа нет, он там по цепочке прототипированный дальше, если нашли, ну классно, нет, ну, значит нет. Ну, пример, да, вот Object Create передается объект, который является прототипом. Ну, классический, всеми любимый пример про Персона. Мы не знаем в базе, кто он такой, какую у него речь, но знаем, что GetRSetter можем сделать, можем сделать какое-то там преобразуемое имя, ну, к примеру. можем GetR, Get функцию до Edge сделать. То есть создаем Персона, смотрим и... то зачем, в чем смысл, ради темы, что GetName и GetBit. Ну, просто какая-то более... Обработка. Некая-некая обработка. Просто чтобы показать, что там какая-то обработка прошла и... заиспользовалась. И порождаем, порождаем Юджина от Персона. То есть сделали клейт, Юджин стал Персоном, мы ему сказали, что Name у тебя такой, H у тебя такой. И смотрим. GetLocalName называется. Из родителей. Переопределили. Переопределили GetLocalName как функцию from Юджина вызвали. Удалили у Юджина, и опять мы сделали. Удалили уродили. Да, рассмотрим. Нет, не Unify, нет. Там все интереснее. Удалили. Там все по-честному. А, я понял. Все понятно. Я... Ты просто пропустил. Берется из... Из прототипа. Из прототипа. Да, все понял. То есть удалил из твоего объекта, но он остался еще... вот-вот мы создали создали персона персона потом эйдж нейма но гэтера ну то есть ней ну а потому что у персона нет нету не эйджи можно писать ну как вот вот мы его мы мы его вот создали эйдж ноль видишь вот вот мы его создали а нейма но он здесь создали все и вызвали у него вот а теперь теперь создаем юджина от персона у юджина сейчас есть все что есть что было у персона отец и юджина неизвестен отец известен он внутри вот он вот видишь у гекко и у хрома смотри да 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 вот у гекко есть прототип ну я явный прото его можно посмотреть вот вот мы сделали вот мы сделали нейм эйдж и смотрим у юджина что что у юджина ней и эйдж 18 и а у прототипа а у прототипа если мы у юджина удалены вот этот вот который в прототипе лежит в общем то да то есть вот юджин 18 что-то юджин как-то быстро поставил так вот get local name что сейчас get local name выдаст паранта выдаст персон персон юджин все правильно сейчас мы определяем ему другой get local name который будет возвращаться from юджин он вызывается from юджин юджин то есть получается что get local name есть юджина и get local name есть у паранта он бьет юджина смотрит о get local name все я тебя возьму сейчас мы делаем delete field get local name и у юджина get local name по идее должен был удалиться но он его не показывает классических переопределениями вот но get local name остался здесь поэтому сейчас get local name который вызовется он должен person из person юджина вот собственно это 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 один из основных нюансов вот это вот прототипного то есть то что ты удалил метод там или поле из своего объекта класса это еще ничего не значит ничего не знаю можно но в явную что он будет за ним а прототипа может быть конечно и прототипа есть прототип у всех есть я я же я же говорю я же сказал что если ты удалил у объекта потом еще прототипа 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 тоже есть свой за а как вызвать метод паранта паранта метод через прото будет работать только в мазиле в гекко не он упражнен вот маленький еще раз еще раз джава скрипту реализуют двигировали то есть определяется цепь родителей и по этой цепи идем кто первый тот тот и баб а если прототип поставить массив прототайп ты ничего ставить не можешь прототайп это не ябленно ссылка ты туда доступа не имеешь когда свойства запрашивается у целевого потом то есть то что ты говорил как вот получить вызвать свойства или я скажу свойства предка можно но для этого другую могу использовать сейчас мы то есть это надо чуть-чуть подсуетиться и так классы для вас криптия классы это функции все просто да если вы хотите определить класс вы не должны класс вы должны сказать что у у вас есть функция сделать ей new в данном случае в данном случае у нас функция выступает в двух ипостасях первое вот функция сама по себе как переменная как фим это объект но если вы ей сделать new то тогда это класс класс а это что то странное написано а не new пенс а не new пенс а не new пенс а не new пенс а это 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 Игорь это делать чуть не досмотрел ну не важно все понимание не важно а мы пример рассмотрим мы сразу рассмотрим пример у нас все есть так надо почистить так так здесь здесь у нас уже другая г у нас есть вот есть парк а вот Итак, у нас есть функция realSharmon.jsExamplePerson, она вот там вот где-то, вот она, определена, как функция. При этом есть Денит Перусон, есть вот методы такие классные, вот мы её инициализировали и, а, у нас уже надо было всё-таки вот это. Вот, есть магическая instance of, которая позволяет определить, какому классу принадлежит главный объект, данный объект. В общем-то, классов нету, но определить, какому классу объект можно. Вот, итак, что у нас получается? У нас есть объект Eugen, объект класса Person, который инициализирован через неё, всё по-честному. А у этого Eugen есть внутри age, mass, name, get age, get name и нет. О, откуда всё это всё завёз? Классно. У него есть прототип, прототип. Ух ты. Это всё я написал? Да, это всё я написал, я вспомнил. Это как-то хитрость. Да, но это другая магия. Но вот в данном случае мы проверяем instance of, какой у него instance of и, по идее, должен быть true. true. Eugen – это instance of вот этого вот Person класса. Итак. Вот мы как раз посмотрели. Да, вот как раз этот пример посмотрели. Во время работы функции, когда вызывается директива Eugen, создаётся новый объект. И внутри него, как this, будет this вот этого объекта внутри вот этой функции. То есть функция выступает как класс объекта, и this у него будет текущий созданный объект. То есть в зависимости от того, сколько мы объектов сделаем в этом меню, это будет разный this. В общем, обычный класс. Да. Обычный класс просто созданный вот как-то вот так. В смысле? В смысле? В смысле? В смысле? В смысле? Какую-то магию вы видели, но нет. Пространство, имен, пакеты. Вот. Поскольку у нас всё в JavaScript это переменный объект, то, соответственно, не я, значит, В данном случае пространство имён и пакет просто глобальные объекты. То есть это некая иерархия объектов. Поскольку объект — это не тип, это уже некая реализация, то вот в данном случае для того, чтобы создать пакет EASHAMANS, мы просто создадём новый объект. Хотим внутри него создать пакет JSExamples. Создали. Вот в данном случае создан пакет EASHAMANS JSExamples, внутрь которого можно поместить другие классы и объекты, использовать их как разделённые на пространство имён. Есть один нюанс. В данном случае тут используется без контекста. Иногда есть смысл привязываться к глобальному объекту. для того, чтобы пакет, хотя бы на базовую иерархию, чтобы пакет базовой иерархии был доступен везде. В данном случае, если вот это находится внутри функции, просто работать не будет. Да, если это находится внутри JS-файла, то есть именно базовый пакет иерархии, его желательно через глобальный объект. Ну, это такое. Оно работать будет практически везде, наверное, но если не туда поместить, то могут быть какие-то нюансы. Обычно это просто пишут в самом верху всех JS-файлов. Да, естественно. Главное, чтобы это просто не попало внутрь метода, в обвёртку и так далее. Ну, пример такой классный. Есть понятие JS-док. Естественно. Для чего? Вот тут мы как раз приходим к тому... Типы данных по параметрам попадайте сами. К тому, как же нам делать автокомплит? Это, как и в ПКП, непосредственно, чтобы ИДЕ знало... Чтобы ИДЕ знало, что же у нас тут происходит. Вот. И в данном случае ИДЕ будет знать, что Персон этот класс, что у него есть там и так далее и так далее. То есть... Если вы хотите, чтобы ваш код был нормальным, нормально понимался ИДЕ, работал автокомплит и так далее, придётся дрочить. А если используешь Legacy библиотеки JS-файлов? Кто вы? Люди сошел человек, ИДЕ его можно проверить. Вот у них грустно очень часто. Обычно ИДЕ, когда говорят о поддержке того же J.Clay, они пишут отдельный плагин под JS-овский плагин, у него свой ещё плагин, ты его ставишь дополнительно, и он как бы начинает это видеть нормально. В данном случае, если вы хотите свои библиотеки писать, то придётся это делать правильно. А вот это вот параметры, это же просто параметры, это не репарция функций. Сама ИДЕ выполняет код. Ну параметры тоже можешь указывать, типа объекты там и так далее и так далее. Вот эти вот параметры, это параметры конструктора. Не, я про другое. Вот у тебя дело функции сейчас пустое. Ну да, я пример просто. По-хорошему да, надо там эти, если ты их передаёшь, что-то с ними делать надо. Ну да. Что? Словом наследования вопрос снялся. Следующий слайд увидел, да? А ты же покажешь, как вызов конструктора родителя? Самое интересное, которое вы делаете. Итак, базовая... Да, конечно. Конечно, супер, да. Привыкли. Через пары. Привыкли. Вообще могу уже догадаться, я уже подсказку давал ещё слайдом 10 назад. Итак, наследование на классах делать нельзя, потому что классов нету. Классы есть, но их нету. То есть вот как-то так надо сделать, чтобы объект класса потомка, он получал общие методы и свойства, которые у них есть, но сделать это без классов, без свойства, там, как-то вот так вот. Как-то так. Поскольку прототип явно скрыт, то через это мы сделать не можем. Ну, то есть в теории, там, в Mozilla можем, а в Internet Explorer этот загад не вызовёт. Поэтому надо вот, если... Ну, мы же хотим, чтобы наши живоскрипты работали везде, поэтому придётся чуть-чуть, ну, проанонировать чуть больше и сделать как-то вот это более... Ну, спуститься на более низшую левую. То есть обычно... ... А можете? Припаять на Сенгере. Обычно... Обычно есть, есть свойства прототайпу функции, в котором в явную содержатся все элементы функции вот это вот базового объекта, будущего объекта функции. То есть, подожди, вот эта строчка Person. Ну, дай, правда, что... Давай, давай пример просто. Ну, теперь пример. По примеру. Вот у нас есть пакет ReoShamans.js.example. В нём мы определяем класс Person. У Person говорим, вот создай для каждого объекта класса Person Метод Конструктор Метод Конструктор Метод Конструктор который равен самому этому классу Person. Прототип. Прототип. Прототип Person. Прототип Person. Метод Конструктор. Да. Что это значит? Это значит, что когда мы имеем объект класса Person объект уже мы можем сказать какой у него есть что у него есть метод вот этот вот конструктор равный собственно базовому вот этому классу. Дальше. Мы говорим, давай-ка вот для всех методов класса Person добавь на метод initPerson который делает такое дело. В общем-то, пример как это работает мы уже рассматривали. было. Он создал объект Person и у него был уже метод initPerson. Нам не надо было его на лету создавать после создания. Он будет у каждого объекта такой метод. можно написать прототип равно фигурные скобки и там перечислить два десятка методов. Ну, обычно обычно по foreach проходит. Ну, то есть фигурные ну, получается, что мы сначала конструктор объявили я хочу одним прислаемым. А сразу еще два метода в окно. По идее так не получится. То есть по-хорошему ты можешь определить вот этот набор методов или взять объект, у которого уже это есть пройтись по нему и прототип сейчас ты увидишь там с прототипом чуть по-другому просто работа происходит. С прототипом можно я вот такое же значение да, слушай, конструктор это просто фикция это название метода. Сейчас ты увидишь. Нет, оно может быть любым. Мы можем назвать как бы как действовать это не какое-то специальное слово просто забирали что мы этот метод назовем конструктор можешь да, можем назвать супер конструктор можешь то есть это тупо метод и не тверса да, да, логически дело в том, что по-моему то ли гека это они что-то в этой области имеют интернет эксплорер то есть поскольку мы работаем в контексте того, что у нас есть где-то примерно порядка ста браузеров интернет эксплорер ну порядка ста поэтому нам нужно все делать так чтобы мы опустились на тот уровень где поддерживается по максимуму всего то есть да, мы можем допустим использовать какие-то предефайленные константы конструкции или там прототайп но лучше все-таки написать на 10 строчек кода больше но чтобы это гарантированно работало во всех браузерах ну идем дальше например на этом не заканчивается вот этот класс просто он там дальше определяется как getName мы сделали getH мы сделали и хотим пронаследовать сделать gender person понятно да мы можем сделать вызвать конструктор парентом двумя способами первый напрямую взять функцию person сделать ей call тогда эта функция будет вызвана в контексте нашего текущего this и, соответственно, параметры мы и передадим. Это один вариант. Можно так. В принципе, никто у нас от этого нет. Мы явно указываем, что вот, мы отсюда вызвали конструктор. И или сделать такой вот хак интересный и определить наш gender person следующим образом, что это функция взять сделать пустую функцию в качестве прототипа ей впихнуть прототип персона прототип базового персона сделать ей нею браузер это понимает в данном случае как? так, мы gender person прототип вначале присвоили присвоили все, что было у персона, но почему здесь нельзя сразу сделать персона у нее кто-нибудь может объяснить? я сначала тоже в замешательстве был когда я еще с этим сталкивался потом как бы понял гений ну да, я тут написал черт да, в некоторых случаях там надо им передавать параметры, может какая-то логика быть зашита внутри в результате получается, что что-то упадет ну то есть если мы сделаем нею персона, то вызовется сама вот эта функция персона да, вот а там у нее внутри какая-то логика может быть зашита на нею и она что-то нет, без параметров может что-то не то сделать и просто что-то не то сделать и все упадет сразу поэтому мы делаем вот такую анонимную функцию у нее прототипом забираем все, что было у персона и ее инициализируем и передаем в прототип нашего джеда персона в прототип вписываем конструктор ссылкой на себя и сделаем статическое свойство суперкласс которая ссылка это статическое свойство получается оно суется в функцию genderPerson но не как классу а как статическому объекту к которому genderPerson как самой функции объекта да, то есть суперкласс это получается у нас статическая переменная которая получается ссылка на прототип персона да, и в этом прототипе у нас сидит конструктор итак, что у нас было вот здесь и себе здесь становится понятно суперкласс вот этот вот это прототаль вот этого персона у него там есть метод конструктор мы его взяли и вызвали в контексте вот этого текущего объекта а что у нас за текущего объекта есть нерепрессон который делается нью я вижу какую-то странную вещь, он что ли? я просто не понял последовательность выполнения а потом понял то есть вот этот суперкласс мы его дам дальше дальше определили дальше определили как статическое свойство у самого вот этого объекта genderPerson статическое свойство которое является ссылкой на прототип его отца господь эманировал самого себя да а ты что? габаристика нет на самом деле на самом деле понимать это особо немного то есть тут есть вот 3-4 темплиты забил принципы темплиты забил и все ну или метод сделал который в базовой какой-то библиотеке который расширит объект базовый объект для наследования да ты ему будешь допустим объекта добавь метод у объекта самого объекта добавь статическое поле метод как ээээ ээээ линкенхейтенс или что-нибудь да кому ты будешь вот эти два объекта функции передавать он все вот это сам сделает вот и у него будет genderPerson getGender и setGender два метода так что как это все работает вот классенхейтенс замку нифига папарацци это знаешь что папарацци это одиннешний кадр потому что эээээээ и так в общем когда ты сядешь через два дня разбирает тысячу фото он делает три кадра потом сливает и потом можно подогнать и это а кому сливает ютьюб итак мы 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 уже рассматривали джиндер персом только что-то и код его вы видели в общем то вот вот то что мы делали сверху мы инициализируем вот это вот джиндер персом вот мы пришли в джиндер персом в класс вот у джиндер персона супер класс есть у него есть и нет персом гетнэйм гетнэйм фактически супер класс это да вызываем конструктор вызываем конструктор вот этого персона а члис персона нэй мэй чё там нэй юджин масс 60 уй какой он маленький молодой это в том зис зис и нет персом делаем да это вот этот метод но контекст зис это будет вот будет вот этот вот наш джиндер персом в данном случае классическое наследование произошло вот то есть зис у него будет ну и джиндер по дефолту у этого зис сделаем он новым вот и джиндер по дефолту а дальше а дальше мы же скажем что у юджина есть мэй и мы же джиндер был мэй гетнэйм 18 гетнэйм юзер подписчики что мы получили мы получили что да у нас произошло наследование мы взяли методы мы взяли методы гетнэйм гетнэм мы взяли из класса джиндер person а гетнэйм 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 из класса персом не уверен а по этой идее да а нет нет не будет